Здравствуйте, уважаемые студенты третьего курса. Сегодня мы начинаем изучение нового предмета Новая история стран Европы и Америки. Этот курс буду вас преподавать я, перевезенцев Александр Леонидович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и религоведения. Мои контактные данные есть в Силабусе, который выложен в системе Универ, и вы там, естественно, скачайте его, и там есть электронный адрес для связи со мной. Сегодня у нас с вами вводная лекция. Она называется «Введение в предмет. Цели задачи, хронология и периодизация курса». И начнем мы с определения понятия «Новое время». Что это за период, который мы с вами будем изучать? Когда он наступил, когда он окончился? Что такое новое время? В отечественной историографии традиционно новым временем называют эпоху всемирной истории, которая следует сразу же за средневековье. Впервые термин «новая история» появился в начале эпохи Возрождения. Вот гуманисты эпохи Возрождения в 15-16 веках создали такой термин, потому что им хотелось как-то структурировать предшествующую историю, и они придумали, что она состояла из древней истории, средней истории, и вот та, которая эпоха наступила, они ее назвали «новой». Кроме того, они хотели отделить свое время от мрачных и темных, по их мнению, средних веков. Им представлялось, да так оно собственно и было, что в новое время все будет по-другому, что изменения затронут все сферы жизни и деятельности людей, в первую очередь сознания человека. Ну и о хронологии нового времени. Надо сказать, что хронологические рамки древнего мира и средних веков но известно достаточно широко, и представление об этих хронологических рамках периодизации устоялось. Значит, есть история древнего мира, внутри которой есть деление на античность и так далее. И есть история средних веков, которая делится на ранее, развитое и позднее средневековье. Древняя история кончилась и началась средневековая в 476 году, с падением Западной Римской империи. А вот когда окончилась средневековая история и началась новая история, здесь есть разные точки зрения, споры о хронологии периодизации нового времени продолжаются уже очень давно, более ста лет. Надо сказать, что до сих пор составители наших учебников, учителя, вузовские преподаватели, часто притяжутся марксистской периодизации всемирной истории. Тут все для них очень просто. Новая история началась с английской буржуазной революции, с 1640 года и продолжалась до 1917 или 1918 года. То есть 1917 это по-марксистски, это октябрьская социалистическая революция, или 1918 год это год окончания Первой мировой войны. Собственно говоря, затем начинается уже современная история или новейшая история. Так вот, внутри этого периода, с 1640 по 1917 или 1918, выделяли два больших периода, это 1640 и 1871, это время ломки феодальных отношений с помощью революционных преобразований, и Западный мир выходит на передовые позиции, начинает определять его развитие. А вот, что за дата 1871 года? Для марксистов это важная дата, это год, когда победила Парижская коммуна, и когда 72 дня крупнейший город Франции, столица, управлялся восставшим пролетариатом. Эта дата была настолько вбита в память многих, что когда большевики в октябре 1917 года пришли к власти, и продержались больше 72 дней, они 73-й год своего пребывания в власти отмечали как праздник, то есть они произошли своих учителей парижских коммунаров. Ну, как известно, потом они продержались еще чуть больше 70 лет. Так вот, если вернуться к хронологии и периодизации новой истории, то есть несколько различных школ, помимо марксистской, которую я назвал, есть американские исторические школы. Они считают, что новая история началась с плавания Колумба, с открытием Колумба в Новый Свет, с 1492 года, и завершилась Первой мировой войной. Но часто бывает, что западные школы ставят не год окончания Первой мировой войны, а год начала. То есть новая история закончилась 1914 годом, по их мнению. А вот Первая мировая война и ее последствия, это уже современная история. Большая часть европейских школ считает, что все-таки, раз новая история, это время победы буржуазии как класса, время установления буржуазных отношений в обществе капиталистических, они считают, что значит, вот в Первой буржуазной революции есть начало новой истории. Но часто за начало все-таки берется английская буржуазная революция, хотя она не первая. Первой буржуазной революцией в истории была нидерландская буржуазная революция, которая была, в общем-то, на более чем на полвека раньше, да? Вот где-то в начале последней третьей, 16 века она состоялась. И кроме того, это была не совсем обычная буржуазная революция, она была связана еще с борьбой за национальную независимость Нидерландов от Испании. То есть это антиколониальная была революция в первую очередь, а потом уже буржуазная. Ну и кроме того, Нидерланды все-таки это такое маленькое государство, которое, в общем, довольно трудно дойти на карте неподготовленному человеку. И кроме того, таких глобальных последствий для всего человечества, какие имела английская буржуазная революция, мы об этом поговорим дальше, вот у нидерландской буржуазной революции не было, да? Поэтому следует признать, что все-таки действительно английская буржуазная революция это очень крупное событие, важное, и с него действительно можно вести отчет нового времени. А вот когда окончилась новое время, как была периодизация, вот мне кажется, посредине новой истории было очень важное событие, наполеоновские войны. И вот некоторые исторические школы считают, совершенно мне кажется, справедливо, что первый период новой истории, это 1640-1815 годы. Вот окончились наполеоновские войны, установился новый порядок, новые границы в Европе, и затем, собственно говоря, наступил второй период новой истории и продлился он до, вот опять же, первой мировой войны, да? Либо дата начала, либо дата окончания. Вот. Но в последние десятилетия чаще доминирует на Западе точка зрения о том, что новая история все-таки началась на рубеже 15-16 веков, то есть чуть пораньше, тогда, когда мы раньше думали, что это позднее средневековье, а завершилось на рубеже 19-20 веков. То есть вот даже не с началом Первой мировой войны, а задолго до ее начала, когда только стали складываться две противоборствующие группировки, которые сражались в Первой мировой войне, то есть там действительно капитализм вступил в свою новую фазу, империалистическую, и очень многие сейчас западноисторические школы считают, что современная история или новейшая история началась с началом 20 века. Но нам, вот пока по тем учебникам, по которым мы занимаемся, новая история, это время вот с 1640 по 1918 годы. Теперь о характерных отличиях и особенностях нового времени. Надо сказать, что, как и любая другая эпоха в истории человечества, новая премия имеет свои характерные особенности, отличающие ее от других временных отрезков. Это эпоха, в которой были воплощены в жизнь идеи и процессы, зародившиеся в средние века, время, когда был создан мир современной цивилизации. Отличительная и главная экономическая черта нового времени это переход на новую основу социально-экономических отношений, капиталистическую. На этой основе была сформирована новая индустриальная промышленная цивилизация, начало которой положил промышленный переворот в Англии в 18 веке, а мы будем его подробно разбирать на последующих занятиях, в том числе на семинарах. Сначала в промышленности, а затем в других сферах жизни стало увеличиваться число машин, без которых современный мир уже не мыслит своего существования. Соответственно, на первых ролях в эпоху нового времени стала находиться буржуазия, вначале торговая, а потом и промышленная. Она являлась главной дающей силой всех революций, определяла, особенно в 19 веке, экономическую, международную, внутреннюю политику, быт, нравы, вкусы общества. Появились такие ценности, простите, появились такие понятия, как буржуазные ценности, буржуазная психология, буржуазные свободы. Одним из важнейших критериев успеха становятся деньги. Стремление к обогащению выходит на передний план сознания людей и определяет смысл жизни. Стань обеспеченным человеком, говорил Бенджамин Франклин, и независимость будет твоим щитом и твоей защитой, твоим шлемом и короной. Поэтому цивилизация нового времени это буржуазная цивилизация. В связи с тем, что промышленности торговля концентрируются в городах или рядом с ними, повышается роль города, начинается небывалая урбанизация. Впервые в истории город получает экономическое преобладание, отъясняя на второй план деревню. Первой темой, следующей за введением, будет новая история Англии. В середине 17 века самым большим городом Англии был Лондон. В нем проживало порядка 300 тысяч человек. Это в полтора-два раза меньше, чем в нашем с вами городе сейчас. А такие крупные сейчас города, как Манчестер, Ливерпуль, были кохтными городишками по 20-30 тысяч населения. А прошло-то меньше 400 лет, да? Следующая особенность нового времени происходит демократизация всех сверхжизней. Идеи просвещения освободили сознание людей от давления церкви и религии, дали развитие вертерпимости и атеизма, изменили отношения к государственной власти. Она лишается в глазах людей прежнего священного характера и божественной санкции. Ее воспринимают рационально. Они судят по результатам более-менее удачных действий тех, кому общество вручило образы правления. Вот почему новое время это эпоха революций. Эпоха утверждения права народов иметь такую власть и таких правителей, в которых они нуждаются. Новое время характеризуется также массовым превращением людей в личности и высокой степенью свободы их развития. Изменяется облик человека, его система ценностей, представление о своем месте и роли в жизни. Гарантии прав и свобод личности от средневекового произвола постепенно выходят на первый план. Человек нового времени полагал, что и природа, и общество возможнее, да, желательно контролировать и видоизменять. Окружающая среда представлялась гигантской мастерской для производства материальных планов. Надо сказать, что главным принципом нового времени стал следующий. Человек должен быть всем обязан самому себе. Как говорят в Америке, self-made man, человек, сделавший сам себя. То есть не происхождение, там не связи, а именно вот твои умения, навыки, уровень образования, личностные качества, вот они должны влиять на твою судьбу. В новое время повышается плотность событий, ускоряется ход времени. Если эпоха древнего мира продолжалась несколько тысячелетий, в средние века примерно тысячелет с небольшим, то новое время вот около трех с половиной, четырех столетий. Капиталистически человек спешит, ведь увеличение прибыли зависит от того, насколько быстро принимаются решения, и насколько быстро внедряется производство нового изобретения. Лозунгом эпохи становится знаменитая фраза Бенджамена Франклина «Время – деньги». В новое время происходит невероятно быстрый, по сравнению с прошлыми эпохами, рост знаний о природе и обществе. Развитие науки оказывается одним из центральных процессов нового времени. А воплощение научных фактов и технических изобретений становится главной движущей силой общественного развития. Идея Фрэнсиса Бэкона о том, что наука дает власть человеку над миром, способствует возникновению веры в то, что наука всесильна, а торжество человеческого разума способно решить любые проблемы, которые только могут возникнуть в цепи человечества. Ну и, наконец, впервые в новое время мир становится единым в полном смысле этого слова. С каждым десятилетиям становится все меньше белых пятен, открываются новые страны и народы, и континенты. Моря и океаны не сколько разъединяют, сколько соединяют людей. Торговля и общность стратегических целей связывают между собой все континенты. Вместе с тем, страны и народы развиваются неоднородно. Появляется развитый центр и зависимая отсталая периферия. С одной стороны, центром цивилизации нового времени стали Европа и Северная Америка, а на периферии были вычислены их колониальные владения Азия, Африка, Южная Америка. Так что новую цивилизацию можно назвать евроамериканской или евроатлантической. Появляется знамятое противостояние Запад-Восток с последующим преобладанием Запада. Именно на Западе произошла научно-техническая революция. Произошло разделение среди государств ведущего региона. Появились так называемые великие державы. Их было восемь. Малые страны. И, наконец, в новое время формируются нации, которые отличались от народности не только наличием государственности, но и развитой промышленностью. Интересы отдельных наций к концу XIX века начинают преобладать над всеми другими. Разворачиваются национальные движения. Учащаются национальные конфликты. Таким образом, новое время, как переходный этап от средневековья к современности, завожило основу современной цивилизации. Все ее положительные и отрицательные стороны. Надо сказать, что некоторые отдельные средневековые традиции, какие-то представления существовали. инквизиции действовали до начала XIX века, общество долго еще было разделено на сословия и так далее. Но, в общем, феодальная система довольно долго проявляла большую жизнестойкость. И в конце лекции хотела бы задать несколько вопросов на закрепление. Первый. Кто и когда ввел в оборот термин новая история? Второй. Какова хронология периодизации нового времени? Третий. Какие течения мнений есть в истории исторической науки по поводу хронологии периодизации нового времени? Четвертый. Что является основным содержанием нового времени? И, наконец, пятый. Кто является автором знаменитого высказывания «Время – деньги»? Благодарю за внимание. До свидания. Встретимся на следующей лекции.